Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. В Восточно-Казахстанской области в отделе образования обнаружили мертвые души. Проверка департамента госаудита выявила ряд нарушений в деятельности государственного органа. По данным фактам сейчас ведется досудебное расследование. О возможных фактах хищений в областную антикоррупционную службу заявили волонтеры. В одном из колледжей исполняющий обязанности директора фиктивно оформляла на работу своих родственниц. Также некоторым педагогам были предоставлены дополнительные 0,5 ставки по другим должностям. В итоге все деньги поступали на банковскую карту руководителя. Мертвые души также числились и в областном центре. Пока речь идет о нескольких миллионах тенге. В нашей организации за 2023 год было выявлено два нарушения, касающиеся именно мертвых душ. Это в Шаманайском колледже номер один поселка Половинка и отделе образования города Усть-Каменогорска. По обоим фактам было возбуждено уголовное дело по статье 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть хищение вверенного чужого имущества. Отмечу, с 2023 года в стране зарегистрировано 192 уголовных дела о хищениях бюджетных средств в сфере образования. Ущерб составил более 13 миллиардов тенге. Больше всего таких фактов в Туркестанской, Житесуцкой, Алматинской, Казалардинской, Актюбинской областях и Алматы. Для прозрачности бухгалтерии антикоррупционная служба запустила пилотный проект по оцифровке бюджета на образовании. Антикор объявил бой бухгалтерской мафии. Проект сейчас реализуется в Павлодарской, Акмолинской и Туркестанской областях. В случае положительного результата тестирования информационной системы ее запустят по всей стране.